Для доказательства сделаем утверждение. Множество точек попадания. Множество всех мест, куда может попасть наш кузнечик. Подгруппа умножить всех целых чисел. Вот смотрите, вот это уже логика чистой и высокой математики. Только на этом нашем простейшем примере. Я утверждаю, что если есть какие-то две точки попадания, то их сумма – это тоже точка попадания. Если кузнец был вот в этой точке и умеет попасть вот сюда, а также умеет попасть сюда, то умеет попасть и вот сюда. Ну я думаю, что это совсем очевидно. То есть он что делает, чтобы попасть сюда? Он делает все действия, необходимые для того, чтобы попасть сюда, а потом представляет себе, что он в нуле и делает все действия, которые необходимы, чтобы попасть сюда. Он как раз попадает сюда. То есть это очевидно, что если у нас есть две точки попадания, то их сумма – это тоже точка попадания. Ну разность тоже, потому что что такое разность? Но если мы можем в эту точку попасть, то как попасть нам вот в эту точку? Все скачки налево заменить на скачки направо, а все скачки направо заменить на скачки налево. Тогда понятно, что мы просто все равно перевернули прямую наоборот и попали ровно в противоположную точку. То есть оба требования под группой, что плюс и минус мы можем выполнять действие плюс и минус с элементами вот этого множества попадания. Всегда мы будем оставаться внутри точки попадания. Ну вот, собственно, и все. Утверждение о том, что это подгруппа, доказано. А следовательно, она имеет вид DZ, потому что мы это уже продемонстрировали. Видите, как хороша математика? Мы зачем-то доказывали, что подгруппа имеет вот такой вид. А теперь мы построили некоторое специальное множество, доказали, что она подгруппа. А значит, она имеет такой же вид. Но это доказательство, оно удовлетворит тех, кто родился, уже сразу родился, вот, гениальным математиком. Настолько гениальным, что для него все эти конструкции, ну, естественные, полностью логичные. Предположим, что вы не гениальный математик, простите за оскорбление. Предположим, что я имею дело не с гениальным математиком. Тогда давайте я повторю, ну, как просто это доказательство, я фактически сейчас еще раз докажу, что подгруппа имеет такой вид. Но применительно к вот этому вот набору чисел. Итак, давайте рассмотрим самое левое место, куда кузнечик может попасть. Назовем его D. Левее не может. Вот это 0, ну, в 0 он, понятно, был, он может обратно вернуться в 0. А вот между 0 и D он залезть не может. Прекрасно. Ну, понятно, что такая точка существует, но он может попасть в A, например, да? Ну, если он левее никуда не может попасть, значит D уже как бы и есть A. А если левее может, ну вот возьмем самую левую точку, куда он попадает. Он же только по целым точкам ходит, поэтому самая левая среди всех целых точек, она, конечно, найдется. От A налево будет несколько, всего лишь несколько целых чисел. Ну, вот мы возьмем самое маленькое из них. Ну, я теперь утверждаю, что как A, так и B должны быть кратны этому D. Ну, собственно, доказательство состоит в том, что если бы A было не кратно D, то вот такой вот отрезок, вот такой коротенький отрезок был бы доступен нашему кузнечику из точки 0. Ну как, просто он берет, вот он попал сюда, это кратное D, некоторое кратное D оказалось здесь, и он может сюда, соответственно, попасть. Ну, почему? Потому что если он в D умеет попасть, он может поделать всю ту же операцию, которая приводит к попаданию в D еще раз, попадет в следующую, в 2D. Потом в 3D, в 4D. О, отлично. Теперь он в A. Как ему в A попасть? Ну, понятно, просто прыгнет на A и все. Ну, вот теперь он берет, прыгает на A, потом влево 4 раза на D. И вот он попадает в ту зону, которую мы предположили для него недоступна. Все, значит, на самом деле быть такого не могло, и все точки попадания кратны вот этому самому D. В частности, A и B, как точки попадания, очевидно, тоже кратны D. Вот. Соответственно, мы имеем следующие два очень важных свойства. А равно D умножить на L, то есть D плюс D плюс и так далее. И B тоже равно D плюс D плюс так далее и плюс D. Сколько-то раз. там D умножить на K. То есть, вот это вот число D, нога кузнечика вместо этих двух ног, да? С помощью нее он может попасть как в прыжок с левой ноги, так и в прыжок с правой ноги. Но есть дополнительно одно очень важное свойство, которое тоже надо здесь выписать. И при этом D как точка попадания сама равна какой-то сумме A в некотором количестве раз и B в некотором количестве раз. Что это означает? Это означает, что число D делит A. A является кратным D. Также B является кратным D. То есть, D является делителем как числа A, так и числа B. Но при этом, если мы рассмотрим какой-то другой делитель обоих чисел A и B, то вот из этой формулы ясно, что D должен на этот другой делитель делиться. Может быть, этот момент сложный? Значит, значит, если D' это называется вот таким, делит A и D' делит B, то D' делит D. А в частности, это должно означать, что по размеру, по длине, да, модуль, длина D' не превосходит длины D. Это последнее оправдывает для D название наибольший общий делитель. Потому что, видите, он, во-первых, является общим делителем, вот мы же доказали, да, что A делится на D и B делится на D. Вот это вот самая правая, самая первая точка попадания кузнечика является общим делителем A и B. Но, с другой стороны, как точка попадания, она обязана делиться на любой общий делитель вот этих вот, ну, как бы, если с левой ноги он прыгает на целое число раз D' и с правой ноги тоже на целое число раз D' то ясно, что все его прыжки всегда будут в пределах сетки кратных D' А тогда D значит делится на D' и в частности D' по размеру меньше или равно D, то есть все остальные делители меньше, чем D по абсолютной величине. Итак, мы ввели очень важное понятие. D называется наибольшим общим делителем A и B. Итак, у любой пары целых чисел ну, не равных нулю, но там если одно из них равно нулю, это еще полбеды, а вот если оба равны нулю, то это плохо. Кстати, сами подумайте, почему дозволяется, чтобы одно из них было равно нулю. Ну, существенный случай, конечно, когда оба отличны от нуля, и у любой пары целых чисел A и B существует наибольший общий делитель, то есть такой общий делитель, который больше всех остальных и к тому же он делится на все остальные. Вот это очень важно, что этот наибольший общий делитель делится на все остальные и очень важно, что он представляется вот в таком виде. Несколько раз взятое A плюс несколько раз взятое B. Это утверждение будет ключевым при доказательстве основной теоремы арифметики. 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 Продолжение следует...